мы все вас и приехали вчера на поезде наступило утром в отеле на завтраке чуть-чуть поздно встали всяких разных вкусняшек сейчас покажу вам наш завтрак вот так вот выглядит ресторан где проходит наш завтрак буфет самый обычный для завтрака огурцы помидоры много видов различных сыров и оливок колбаса есть здесь орехи что самое главное на завтрак орехи и инжир масло мед халва здесь были яйца картошка и вот такие вот даже не за как называется и здесь можно взять сок кофе и чай и различные но панорама с балкона ресторана открывается вот такая наверно на улице сегодня тепло первое впечатление от вас у нас хорошие от отеля не очень потому что в комнате очень пахло сигаретами и табаком ну а так отель достаточно приличный чуть позже покажу вам нашу комнату ну и приглашаем вас вместе с нами путешествие по сивасу и если вы хотите увидеть наши предыдущие видео потому что наше путешествие началось уже четыре дня назад все ссылки в описании на наше видео но кто кушает всем приятного аппетита но сейчас друзья покажу вам как выглядит наша комната мы уже выезжали в сивасе не низкие вот такая вот комната здесь у нас достаточно большая ванная полотенце в общем душ и так далее цены как я уже сказал все ваши низкие за эту комнату за ночь мы отдали 200 лир и как я уже говорила большой минус в этом отеле то что во всех комнатах пахнет сигаретами все курят внутри не было свободной комнаты для не курящих чтобы не курили внутри здесь вот есть кружки чай сахар телевизор есть мини бар мини баре различные чипсы пепси и так далее ну такой самый обычный номер ничего особенного полотенца тапочки и так далее ну а сейчас мы отправляемся путешествием выйдя из отеля друзья мы увидели две исторические достопримечательности вот это вот хамам с одной стороны мужской с другой женский а вот в этом красивом старинном здании сделали гостиницу посмотрите какая красота мы с хамом сели в муниципальный автобус для того чтобы доехать до автобусного вокзала кангала и проезжаем вот такие вот спальные районы и интересные места не перестану говорить что мы обратили большое внимание на то что севаст очень чистый очень красивый ухоженный город даже в центре города даже во время байрама очень чисто мэрия следит но и конечно же хангой что народ здесь мало мусорит потому что здесь городе другой уровень вот так вот выглядит автовокзал сиваса современный чистый красивый автовокзал сейчас будем стать нашим прямо около вокзала есть такой полисадник и здесь наверное сотни птиц послушайте как они поют сейчас мы с айханом отправляемся в небольшое местечко под названием кангал от сиваса находится в часе езды если вы также поедете вы можете из центра города доехать на автобусе вот до этого большого автовокзала и за этим недалеко от этого большого автовокзала покажу чуть позже находится маленький автовокзал с которого можно доехать до местечко кангал чем же известно место кангал а тем что там находятся питомники пастушьих собак породы кангал это невероятно умные большие собаки 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 которые конечно же не подходят для жизни в городе и их разводят непосредственно в сивасе сивас знаменит этими собаками по всему миру ну и мы едем в питомник будем смотреть маленьких кангальчиков они невероятно красивые классные и после этого мы едем еще часть езды от кангала вместо под названием диври чем знаменита это место тем что в диври находится улу джами и госпиталь диври который который входят которые охраняются не юнеско и построен они были в 2000 в 1299 году это невероятно красивые здания с тонкой резьбой по камню в общем являются жемчужинами анатолийской архитектуры мы вам все это покажем но сейчас покажу вам вокзальчик с которого уходят автобусы непосредственно в кангал и в диврии до кангала доехать стоит 10 лир до диврии стоит 20 лир поехать в диври я мечтала лет наверное 5 сейчас байрам мы думали что не будет автобусов в общем у нас очень мало времени но мечты сбываются друзья мы увидим и питомник и старинную мечеть и госпиталь вот он наш автобус на котором мы отправляемся в питомник кангала не доезжая до самого городка кангал мы приехали на ферму сейчас посмотрим пустят нас сюда или нет здесь байрам и кстати это питомник этот принадлежит государству принадлежит государству называется питомник кангала в кангал чифтли если поедете скажите в автобусе чтобы вас высадили в кангал чифтли и маленький щенок этой собаки стоит 1750 лир и вывозить за границу их запрещено сюда сюда могут прийти все кто хочет есть вот такие вот маленькие пупсички посмотрите ой вышел айхангелер посмотрите какой красивенький посмотрите какой красивенький быка чайлик ему всего всего один месяц этой собачки 5 штук маленьких а больших 45 штук гель 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 вот такие вот маленькие кангалы а вот большой кангал ему три года а вот еще один очень красивые умные собаки и они собаки пастухи обычно на шею им надевают ошейники с колючками потому что они охраняют охраняет стада от волков и чтобы волки волки не могли их за шею схватить надевают колючки вот такие вот красавцы еще один посмотрите какие красавцы потрясающие это самые лучшие представители этой породы а кирк 2 штаны сейчас здесь питомники находится 45 больших собак вот такие красавцы потрясающие не правда вообще запахи ведь я почему не дома нет чикмак мастер ааа с колит хочет выйти Очень красивый. Очень красивый вот этот. Прям потрясающий. Вот тоже приехали покупатели из Анталии. Собачек зазывает, двери открывает, а потом не выпускает. Но собаки очень красивые, конечно, шикарные. В общем, вот такой вот здесь прекрасный питомник. Собачки все в будках, потому что им жарко. Специально для нас их позвали из будок. И здесь очень красивая территория. Семьи с детишками приезжают сюда на выходных. Есть будочки, есть детская площадка. Продают различные напитки. Сейчас в Байраме никого нет. И, конечно же, друзья, эти собаки, как я уже говорила, это пастушьи собаки. Ни в коем случае их нельзя содержать в закрытых помещениях. Они должны быть на свободе, охранять дом, охранять стада. В общем, кого интересует, почитайте в интернете про этих собак. Я думаю, что вы удивитесь, насколько это умные, красивые, мощные животные. А еще здесь есть вот такие вот индюки. Я их очень боюсь. И все курицы бегут тоже сюда. Они, наверное, думают, что я им еды дам. Ребята, у меня нет еды. Посмотрите, сейчас как в камеру клюнет и не боятся. Что такое? Ты голодный? Вон у вас там полно еды. А самый красивый вот этот вот красный. Что, голодные? Да вы идите без остановок. Нет у меня кушать. Слушайте, первый раз вижу, чтобы курицы бежали. Они, наверное, настолько привыкли к людям, что они боятся. Гуся, а вы идете? Идите кушать. Идите. Ну, шипишь. Красавцы какие. Вас же тут кормят хорошо. Ну, а курочки? Курочки. Ципа, 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 ципа. Ай! Не боитесь ничего? Ничего не боитесь? Ой, какой красавец. Знаете, что я обнаружила? Что животные очень интересно реагируют на эту камеру. И прям бегут, нюхают, смотрят. То есть не боятся. Поэтому благодаря этой камере она белого цвета и их снимать так близко получается. Слушайте, здорово. В общем, сейчас, через 20 минут, будет наш автобус. И наконец-то едем в Тиврии. Из Кангала до Тиврии ехать примерно час, и мы остановились вместе под названием Четинкай. Прямо как наша фамилия, Сейхана. Четинкай. Но, что значит Четинкай? Это значит твердая гора. Четин твердый, Кая. Ну, Кая гора обрыв. В общем, теперь вы знаете, друзья, как переводится наше. Спустя часы, заплатив 20 лир за человека, мы наконец-то приехали в Тиврии. И мне здесь уже очень нравится. Я думаю, друзья, что вам тоже. Пойдемте гулять по этому интересному городу. В Тиврии, куда мы пришли, это мечеть Улу и госпиталь. Построены они были в 1299 году. И, как вы видите сейчас, к сожалению и к радости, одновременно мечеть находится на реставрации. Она охраняется ЮНЕСКО и является жемчужиной наталийской архитектуры, как я вам уже говорила. Посмотрите только, какая ручная работа была продержана. Резьба по камню просто невероятной красоты. Но, к сожалению, мы сюда попасть сегодня не сможем. Ну, а вы, конечно же, приезжайте и после реставрации эта мечеть будет выглядеть просто фантастически. К сожалению, ближе подойти мы не можем, но, посмотрите, резьба по камню в 13 веке. С этой стороны находился госпиталь, а с той стороны мечеть. И вот так вот выглядит фасад сейчас. Все в строительных лесах. Но будет повод вернуться сюда еще раз и посмотреть, как же будет выглядеть эта красота после реставрации. И еще один вход, который, видимо, уже... Нет, до него еще не дошла реставрация. Можно более или менее увидеть вот эту уникальную резьбу. Охранник, который работает здесь, рассказывает Айхану о том, что... что означает все вот эти вот... вся вот эта вот резьба по камню. И оказывается, что это дверь в рай. Представляете? Вот таким вот образом она выглядит. Вот так вот выглядят четыре. Послушаем. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»